на библейский портал экзегет пришел вопрос как победить грех обидчивости вот люди бывают разной степени обидчивости и в разный период своей жизни бывает это обидчивость разной степени обидчивость это что такое меня не поняли я не приняли и на мое добро ответили не недобром они сделаны так как я хочу вот чтобы быть грех обидчивость на прежде всего понять что грех обидчивость а это гордость у самолюбия от того желание датчику сна природ жить ну право быть свободным право быть драйки обижать на на взрослых детей что они там нет профессию ту взяли которые они хотят тупые но не потопа не туда не то наступили и так вот кстати очень серьезные обиды всякой такой подобной почве и так далее вот надо просто идти смирение надо просто иметь любовь к человеку и к это именно из-за остатка это любви смирение любви а это две стороны одной и той же монеты что называется у нас есть обидчивость чек очень любящий такой настоящую любовь он никак не обижается на объект любви там наверно многим из понятными у известных надо стяжать любовь это на бороться с гордостью обиделся кайся бескомпромиссно в своей беде пойми почувствуй как гордость переводите к этой обиде для этого надо что богу молиться пусть без бога город с гордостью не справишься без города без бога смирения не стяжаешь стремись к богу пусть ты будешь очень обидчивый архи обидчивый ты эту богу эту рану и покажи принеси с господи вот у меня такая проблема я обидчивый помоги мне я гордый я понял что от гордости помоги мне и бог как и самый искусный врач большую любовь и осторожностью чтобы не сделать тебе излишне больно твой душе начнет это твою проблему врачевать и господь с обидчивостью может справиться сам ты с обидчивостью никогда не справишься начнешь сказать правду еще больше обидишься начнешь искать справедливость еще больше обидишься еще больше повод для обиды а вот наскана начнешь искать любовь христову притом конечно можно сделать только с божьей помощью то ты как раз и ее стяжаешь кстати это это бухте это даст то все это обидчивость пройдет единство что вот что требуется может быть самом начале это не оправдывать себя это обиделся это обиделся и вот обиды то что ты обиделся никто не виноват тебя оскорбили да они в этом виноваты что тебя оскорбили что обиделся это только ты виноват ты мог не обидеться не был бы то обидчивый то ты бы не обиделся как быть они оскорбляли это ты такой человек вот это когда поймешь что причина в тебе начнешь каяться перед богом не оправдывать себя тем что но кто это выдержит то бог те в этом покаянии пока не всегда поможет и обидчивость тебя уберет тебе конечно это будет хорошо может люди обидчиво им очень тяжело живется они постоянно когда-то вот они очень таки ранимые люди они все время вот в таком состоянии депрессии стресса и так далее а а если это обидчивость убрать конечно это путь такой более светлой жизни поэтому но вот еще раз делаю упор что чтобы господь тебе помог ты должен признать что ты обидчивый что это твой грех тогда начнется возрождение внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а а а а а а Продолжение следует...